еще четверть века назад вопрос что такое семиотика в гуманитарных науках не вызывал недоумения потому что это была достаточно актуальная и горячая сфера исследования и отголоски от нее доносились далеко за ее пределы сейчас придется объяснить какие-то рамочные вещи а потом рассказать о каких-то более узких вещах семиотика это проект гуманитарных науках который в гуманитарных науках и философии который появился в конце 19 века философия это американский прагматизм как бы да значит это чарльз сандер спирс который предложил свой семиотический проект с опорой как бы на эволюционную биологию а европейский гуманитарный проект это лингвистический проект который предложил швейцарский лингвист фердинандо сасюр вот чьи ученики после его смерти составили знаменитую книгу курс общей лингвистики и она в общем легла в основу семиотики семиотика как наука знаковых системах как бы да такая сверх наука да наука о знаковых системах природе и обществе она как бы призвана объединить разные науки гуманитарные да желательно и социальные тоже привлечь да и показать что между ними общего чтобы но возник некий общий язык с помощью которого эти науки могут между собой разговаривать немного получилось из того что предполагалось да значит поиски общего языка всегда сопровождаются конфликтами и не всегда завершаются вот тем что все начинают друг друга понимать вот и все прекрасно идеально и чудесно работает о том что общий язык большая проблема да при том что люди так сказать биологически однородны до нас многое объединяет говорит то обстоятельство что ну не очень хорошо получилось асперанто да вот этот проект асперанто он имеет своих поклонников имеет да условно говоря фан-клуб но мы не мы мягко говоря не все говорим на асперанто и не все испытываем в этом потребность то есть культура как бы она сама выдвигает какие-то общие языки да если говорить о естественном языке сначала когда-то это было латынь сейчас то английский вот если же говорить о языках науки то во многом дифференциация различие этих языков разграничение становится продуктивным а не объединение тем не менее говорить о том что семиотика которая была очень популярна в течение 20 столетия до испытала кризис и исчезла нельзя сейчас ее существование продолжается и многие продолжают писать соответствующие научные труды выходят учебники посвященные семиотики она остается в лингвистике очень важным направлением остается очень важным направлением в теории коммуникации да который имеет который как бы объединяет социальные науки да там социологию антропологию и так далее но конечно самый горячий период когда семиотика собственно заявила о себе и казалось что вот-вот совсем немножко и мы все будем говорить на одном научном языке гуманитарий так сказать и нас будут хорошо понимать представители точных наук да а уж естественных и социальных и подавно пришелся на середину двадцатого столетия то есть вот этот послевоенный период до который одновременно выстрелил во многих странах это и франция это и соединенные штаты и советский союз и связано это не с тем что хотя и с этим наверно тоже немножко да не только с тем что все были озабочены так сказать до гонкой вооружений значит вот атомной бомбы и соревновались друг с другом и искали значит разные отхожие промыслы холодной войны вот но еще и с тем что существовала такая значит утопическая идея что компьютеры да рано или поздно уже очень скоро начнут сами переводить тексты а потом и сами их порождать и вот это вот идея искусственного интеллекта да и так сказать компьютерного порождения текста она во многом и стала стратегической причиной успеха семиотики почему в нее стали на нее стали обращать внимание вкладывать деньги и так далее я уже сказал что это отхожий промысел холодной войны так сказать да атомная бомба это ядро да она периферии вот значит автоматизация процесса порождения пропагандистского текста например да значит вот это очень эффективно в действительности конечно исследования которые происходили да и в общем семиотика который в итоге получилось она вот к этому так сказать стратегическому проекту прямого отношения не имела и в советском изводе в советском измерении семиотика в основном развивалась как расширенная лингвистика да как лингвистика которая пытается распространить себя свои правила свои системные принципы на так сказать смежные науки на на историю и теорию литературы на собственно на историю данной исторические науки на искусство знания на художественную критику в том числе на способы анализа картины там до скульптуры и так далее то есть возник такой что ли возник такой устойчивый комплекс представлений в соответствии с которыми можно предложить матрицу для адекватного и объективного анализа произведения которые до этого казалось продуктом человеческой интуиции до неповторимого гения уникального дара и так далее то есть семиотика по сути дела она как бы развенчала вот это романтическое представление о том что существует неповторимый дар художника есть технология есть определенные способы порождения высказываний до высказывание может быть как на образном языке так и на естественном языке и если мы владеем так сказать до технологии анализа до вот этого способа порождения этих высказываний то в общем то культ гения развенчивается искусство превращается в до в определенного рода системную деятельность это конечно скучновато ну вот на первый взгляд но с другой стороны избавляет вот знаете от этого мифологического такого пульсирующего ореола в соответствии с которым художник это что-то исключительное да вот вот этот романтический комплекс представлений он в общем-то сильно пошатнулся благодаря семиотики во второй половине 60-х годов до уже можно говорить о том что вся относительно передавая теоретическая мысль до в гуманитарных науках в советском союзе да она так или иначе связана с семиотикой либо она за семиотику всячески ее поддерживает да и выступает да значит адептами представители на гуманитарных науках выступает адептами либо против потому что официальная идеологизированная гуманитарная наука в ссср что история там да что социология ну вот и тем более там какая-то история литературы и в общем да служанка режима вот они вынуждены были реагировать на этот вызов поэтому получалось даже доходил до смешного когда в редакции журнала вопросы литературы собирались круглые столы где значит пытались почесывая головы академики пытались понять что же нам делать с этой семиотикой как бы сделать ее адаптировать так чтобы она нам служила а не каким-то людям которые так сказать вот является диссидентами там да читают не ту литературу да и все такое прочее и в этом смысле конечно же семиотика в ссср оказалась она сыграла как бы очень парадоксальную роль она с одной стороны выступила таким инструментом объективации как бы да значит знания о непознаваемом о секретном о тайнам об искусстве с одной стороны а с другой стороны на фоне этой объективации на фоне этого развенчания мифов происходило создание собственного авто мифа как бы до семиотика как как универсальной науки как универсального языка принадлежность которому является так сказать показателем определенной исключительности то есть так формировалась очень очень жесткая элита элита естественно неофициальная элита ну как я уже сказал диссидентствующая которая во многом сформировала параллельную альтернативу моду научную и в этом во многом и заслуга семиотики как положительная да как позитивная так и негатив как положительно так и отрицатель потому что потому что в результате когда значит вот советский режим приказал долго жить выяснилось что вот в этом состоянии так сказать да состояние нормализации науки когда нужно просто заниматься своим делом они только сопротивляться давлению выживает это с большим трудом вот это вот это состояние состояние души выяснилось что объективация процесса анализа литературного там далее произведение или произведение искусства это тоже состояние души это превращение превращения науки вернее превращение гуманитарного знания в науку само превратилась такой своеобразный миф да и и в такую эскапистскую зону. В 1942 году состоялся симпозиум по структурному изучению знаковых систем в Москве. Он так назывался. Он собрал лучшие лингвистические силы. В основном это был институт словеноведения и при Академии наук. Институт иностранных языков Морис Тореза, МГУ и так далее. В основном это были лингвистические силы. Но и те, которые объединяли параллельные смежные гуманитарии, которые интересовались схожими вопросами. Среди них был Юрий Михайлович Лотман из Тарту, которому в итоге суждено было стать одним из сложнейших ролевых семиотического процесса в СССР. В Москве однозначным лидером остается до сих пор ныне здравствующий академик Вячеслав Силович Иванов. И его команда, его группа единомышленников составила костяк московской школы. А Лотман в Тарту оказался представителем с необходимостью Тартусской школы, которая вместе с тем является продолжателем дел ленинградских формалистов. Потому что он учился у формалистов в Ленинградском университете. Они уже не были формалистами, их уже запретили к этому моменту. Но все равно невозможно выключить этот рубильник. Все равно человек что-то транслирует на лекциях. Лотман написал в 1964 году книжку «Лекции по структуральной поэтике», посвященную анализу стиха. И это первая, по сути дела, популярная, доходчивая книга о семиотике на русском языке в советские годы. Потом количество этих текстов только умножалось. Но в чем заслуга Лотмана, в отличие, например, от лингвистов московского кружка? В том, что они, лингвисты московского кружка, оставались исключительно лингвистами. Они всегда помнили о своем происхождении лингвистическом. Они были мощными профессионалами лингвистики, которые занимались в том числе и параллельными вещами. Лотман всегда был историком литературы, который заимствовал лингвистический язык описания, адаптировал его и сумел воплотить на практике семиотическую идею универсализации лингвистического языка. Потому что когда лингвист описывает смежные процессы, для него это не составляет труда. Он просто находит аналоги языковому процессу. А когда специалист в другой области заимствует лингвистический язык, адаптирует его, усваивает и показывает, как с ним можно работать, это принципиально другая продуктивная матрица. В этом заслуга Лотмана и его школы, которая в силу провинциального расположения Тарту так до конца не реализовалась. Любопытно, что к настоящему времени семиотика вернулась в ту область, откуда ее заимствовали гуманитарии. Семиотика вновь превратилась в теоретическую биологию. Только она обогащена гуманитарным опытом. Сейчас огромная, очень динамично развивающаяся сфера называется биосемиотика. Традиционные биологи обычно косо смотрят на биосемиотиков, потому что они считают, что это биологи, отравленные гуманитарными науками. Вместе с тем биосемиотика – это область, представители которой организуют многотысячные конгрессы с участием тысяч людей. Это динамично развивающаяся сфера, и она, как представляется, очень интересна в контексте появления новых вызовов, появления новых форм жизни. Того, что мы не сегодня-завтра будем сосуществовать с кибернетическими машинами, и все те утопии, казавшиеся утопиями, казавшиеся в 60-е годы утопическими конструкции, вот эта научная фантастика, она окажется реальностью. Мы часто не замечаем того, как фантастика оказывается реальностью. И вот здесь биосемиотика пригождается, потому что поиск связей между искусственным интеллектом, интеллектом биологическим и интеллектом, сконструированным человеком, который при этом способен к саморазвитию, который способен к самокоррекции. Мне кажется, это важнейшая сфера встречи гуманитарных и естественных наук, которая нужна просто потому, что они по отдельности с этой встречей не справятся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok